Штурм красавчик! Если в первом круге в этой паре Штурм не считался фаворитом и таки проиграл, то спустя почти два месяца, доказав своей игрой, именно Штурмовики были фаворитами и таки выиграли, взяв убедительный реванш у КВСЗ. Впрочем, отчетный матч можно разделить на два разных тайма. В первом тайме посильнее смотрелся Штурм, а во втором уже КВСЗ. Вот только если Штурм свое преимущество воплотил в забитые мячи, то вагоностроители в этом не преуспели. Герой матча без сомнения Андрей Мантивский, который трижды поразил ворота КВСЗ. Плюс к этому и гол Алексея Ларионова организовал Андрей. После его удара мяч просто срикошетил от Алексея. Во втором тайме здорово сыграл вратарь Штурма Сергей Андреев, а еще трижды мяч принимал каркас ворот. И только ошибка при построении стенки позволила сопернику забить гол. Однако пылка в ССЗ остудил все тот же Андрей Мантивский. Слово капитану Штурма Виталию Мантивскому. Виталий, Штурм отличает бойцовские качества. Как можно настроить команду на каждый матч вот таким вот образом? Просто с детства нас учили, так и я пытаюсь свою молодежь. Взял молодых пацанов, которые 18 лет, учим его играть просто в футбол. Силовой, за счет желания. Там, где не хватает мастерства, консенсируют желание, дисциплину. Сегодня вы у КВСЗ взяли реванш. Перед командой все какие-то задачи уже теперь, когда вы набрали довольно много чейн. Мы всегда стремимся играть по максимуму. Тем более, когда начали играть с хорошими командами, хорошо брать очки у них. Уже, естественно, хочется где-то побороться в тройке. Вы целенаправлено нашли высшую лигу? В первой лиге вы были, наверное, одним из лидеров. Ну, молодежь захотела как бы поиграть в высшей лиге, поэтому... И спитаться из себя. Да, да. Поэтому заради молодежи пошли.